Владимир Павлович Полей, сын великого князя Павла Александровича от его марганатического брака с Ольгой Валерьяновной Писталькорес, внук Александра II, граф Гаген Фельзин, князь-поручик лейб-гвардии гусарского полка, поэт. Детство 28 декабря 1896 года в Санкт-Петербурге Ольга Писталькорес родила голубоглазого мальчика, нареченного Владимиром. В семье его обычно звали Володей, что в устах младенца звучало как Бодя. Хотя Владимир Павлович родился в России, но детство его прошло во Франции. После заключения в 1902 году второго марганатического брака его отец Павел Александрович был вынужден покинуть родину. Сводная сестра Владимира Мария Павловна в автобиографии «Воспитание княжны» писала. Володя выучился читать и писать по-французски, по-английски и по-немецки, а позже и по-русски. Играл на фортепиано и других инструментах, рисовал. Семья жила в Париже, который Володя очень любил, однако часто путешествовала, в основном по Франции и немецким курортам. Эти поездки позже нашли отражение в произведениях Владимира наряду с образами тех мест, куда он мечтал попасть. А мечтал Владимир об Италии, Греции, Египте. В 1904 году баварский принц-регент Луит Польт даровал Ольге Писталькорес, ее сыну Владимиру и новорожденной дочери Ирине Титул графа фон Гогенфильден. Образование. После длительных переговоров с императорским двором великий князь Павел Александрович наконец получил прощение от Николая II за свой марганатический браг и разрешение всей семьи вернуться в Россию. Павел Александрович хотел, чтобы его младший сын продолжил династическую традицию и стал военным, а потому в 1908 году маленький граф Гогенфильден приехал в Санкт-Петербург и поступил в Пажевский корпус. Военно-учебное заведение для молодых аристократов. Младшая сестра Владимира Ирина Павловна вспоминала об этом периоде жизни брата – начало творческого пути. Во время пребывания в Пажевском корпусе Володя по-прежнему жадно читал и брал частные уроки живописи и музыки. Примерно в 1910 году юный граф Гогенфильден открыл в себе призвание к литературе, которая никогда его не покидала и начал писать стихи. Первые работы Владимир написал на французском языке, который в то время был ему привычней. Некоторые стихотворения 1913 года опубликованы же Ферраном в биографии великого князя Павла. Большинство стихотворений на французском языке не изданы и хранятся в архивах его родственников во Франции и России. Равно как и стихи, написанные по-английски. Мать Владимира писала о сыне – церковная жизнь. Владимир был верующим и церковным человеком, состоял в находящемся под покровительством великого князя Владимира Александровича Берлинском православном свято-князь Владимирском братстве. Часто посещал богослужения в братском храме в Батке Сингене. Первая мировая война. С началом Первой мировой войны граф Владимир, как многие русские юноши, преисполнился патриотического энтузиазма, который он часто выражал в своих стихах. Однако надежды на быструю победу вскоре исчезли, а Россия, как и другие воюющие страны, оказалась втянутой в нескончаемый кровавый кошмар. Военная служба для пажеского корпуса. Война обозначала ускоренное продвижение. В декабре 1914 года князь Владимир поступил в императорский гусарский полк, а в феврале 1915 он уже отправился на фронт. В день своего отъезда он присутствовал на ранней литургии со своей матерью и сестрами. Кроме них и двух сестер милосердия в церкви никого не было. Каково же было удивление Владимира и его семьи, когда они обнаружили, что это императрица Александра Федоровна и ее ближайшая Фрилина. Анна Вырубова императрица пожелала проститься с Владимиром и подарила ему на путь маленькую иконку и молитвенник. Положение сына великого князя не ограждало Владимира от опасности и жестокости войны. Несколько раз его посылали в опасные разведки, а пули и снаряды постоянно сыпались вокруг него. За храбрость он был пожалован военным орденом Анны IV степени. Кроме того, ему было присвоено звание поручика и он был очень любим своими соратниками. В это время родители Владимира начали ходатайствовать о пожаловании Ольге Валериановне княжеского титула, тем более что фамилия, которую носили она и ее дети, была хорошим для этого предлогом. Россия находилась в состоянии войны с Германией, а жена и дети великого князя были баварскими графинями и графом. После нескольких писем и аудиенций 5 августа 1915 года царским указом графиня Генфильзина и ее детям были пожалованы княжеский титул и фамилия. Палий, так называлось одно из крупных имений великого князя Павла, но одновременно это была фамилия одного из выдающихся предков Ольги Валериановны, чья бабушка по материнской линии звалась Ульяна Егоровна Палий-Гурковская. Княжеский титул не внес особых изменений в жизнь Владимира Павловича. 1 сентября 1915 года новоиспеченный князь присоединился к своему полку и в последующие месяцы принимал участие в нескольких операциях. На реке Буг, игумен Серафим, также находившийся в это время на фронте, много лет спустя охарактеризовал его так. Творческая жизнь. В окопах Владимир продолжал писать, и наравне со многими стихами о любви и былых воспоминаниях, его поэзия стала отображать страдания и разруху, приносимые войной, самоотверженную работу сестер милосердия и смерть дорогих собратьев папажескому корпусу. Он также перевел на французский язык известный поэтический труд великого князя Константина Константиновича, царь Иудейский. К.Р. пожелал услышать перевод своего произведения и в апреле 1915 года, когда молодой солдат прибыл домой на побывку, К.Р. пригласил его к себе в Павловск. Великий князь был уже сильно болен, и красота перевода тронула его до глубины души. Со слезами на глазах он сказал, К.Р. хотел, чтобы перевод Владимира был напечатан во Франции, но военное время не подходило для таких проектов. Текст перевода не был напечатан и в России был утерян во время революции. Владимир пытался сочетать воинский долг и страсть к литературе. Он по-прежнему много читал, становясь все более преданным поклонником Пушкина, о чем трагическом конце написал драму в стихах «Смерть Пушкина». Но все-таки он предпочитал малые поэтические формы, заполняя страницу за страницей стихами на самые разные темы. Многие из них Владимир посылал домой вместе с письмами, иногда целиком стихотворными. В ноябре-декабре 1915 года он также сочинил пьесу в трех действиях «Белая роза». В основном он писал по-русски, но иногда отправлял сестрам стихи по-французски. В феврале 1916 года он написал стихотворение «Пепельница», проникнутое пессимистическими нотами. Наряду с «Пепельницей» появилось несколько любовных стихотворений, в одном из которых, начинающимся словами «У меня на душе было тихо вчера». Есть такие строки, но сегодня я снова увидел ее, я опять одиноко, бледнею, кем бы она не была. На протяжении нескольких месяцев она оставалась его музой. Летом 1916 года Владимир подготовил к печати первую книгу стихов, вышедшую в свет под скромным названием «Сборник». В июне, находясь в ставке, он получил корректуру книги, а в августе она была опубликована в Петрограде. Это было изящное издание с гравюрами. Доходы от его продажи пошли на благотворительные проекты императрицы Александры Федоровны. Сборник включал 86 стихотворений, написанных в 1913-1916 годах и посвященных самым разным темам любви, природе, мифологии, музыке, искусству, театру, семье, друзьям, патриотизму, войне. Революция из-за нездоровой Владимир в первые дни 1917 года не поехал к отцу в ставке, а остался в царском селе. К военной карьере он уже не вернулся. В последних числах февраля в Петрограде несколько неожиданно произошла революция. Часть полков присоединилась к восставшим и вскоре столица погрузилась в хаос. Весной и летом 1917 года Владимир много писал, как всегда, на разные темы – воспоминания, природа, мечты, мифология, религия. Произведения этого периода показывают, что он снова влюблен. «Прости меня, я был тебе не верен» Рендела Мури. Скорбью по безвозвратно ушедшей в прошлое монархии пронизанное стихотворение «Старушка с медаленом. 18 век», посвященное печальным страницам французской истории эпохи Версаля и Второй империи. Сходство между французской и русской революциями усиливалось по мере того, как в России нарастал хаос. По мнению Марии Павловны, Владимир работал слишком быстро и однажды она сказала ему, что «изливая такие потоки стихов, он лишает себя возможности шлифовать их». Володя улыбнулся печально и чуть загадочно и ответил арест и ссылка. 28 декабря 1917 года ему исполнился 21 год. Княгиня Поли так и писала в своих мемуарах этот последний в его жизни день рождения. 3 марта 1918 года председатель Петроградской ЧК Моисей Соломонович Урицкий издал предписание всем членам семьи Романовых явицев Чека. Поскольку великий князь Павел Александрович был болен, решили, что Ольга Валерьяновна представит Петроградскую ЧК врачебное свидетельство. Владимир же, не носивший фамилию Романовых, останется дома и тогда надеетилась семья. На него можно не обратят внимания. Однако сотрудники ЧК потребовали от княгини Поли, чтобы ее сын явился к ним. На следующий день, 4 марта, Владимир явился в здание Петроградской ЧК, где его принял Урицкий, сделавший ему оскорбительное предложение. Вы подпишите документ, в котором будет указано, что вы более не считаете Павла Александровича своим отцом, и немедленно получите свободу. В противном случае вам придется подписать другую бумагу, и это будет означать, что вы отправитесь в ссылку, которая была отвергнута. Был подвергнут ссылке, ходатайство княгини Полей было оставлено без внимания. Княгини объявили ей, что Владимиру надлежит прибыть 22 марта в 6 часов вечера на Николаевский вокзал, чтобы отправиться оттуда в Вятку. Вятка сразу же по приезду в Вятку Владимир начал регулярно посылать письма своим близким. Жители Вятки, почти не затронутой революцией, относились к ссыльным благожелательно, приносили им гостинцы, помогали устроиться на новом месте. Особую заботу проявляли монахи не местные обители, а беспокоенные растущими симпатиями населения членам царской семьи. Большевики вскоре решили перевезти их в другой город. 17 апреля 1918 года в царское село пришла телеграмма от Владимира, в которой он извещал родных, что по распоряжению Москвы его вместе с остальными ссыльными отправляют в Екатеринбург. Екатеринбург, Екатеринбург Владимир и его родственники прибыли 20 апреля 1918 года в Страстную Пятницу. Гостиница оказалась довольно грязной, к тому же ссыльным пришлось ютиться в одной единственной комнате. Неожиданно в гостинице, где жили молодые князья, появилась новая постояльница. Великая княгиня Елизавета Федоровна, которая после гибели мужа великого князя Сергея избрала монашескую жизнь, но отказавшись покинуть Россию, была арестована. Вероятно, Елизавету Федоровну не слишком обрадовала то обстоятельство, что в ссылке ей придется жить бок о бок с Владимиром. Она так и не приняла княгиню Палий и ее враждебность распространилась и на детей Ольги Валериановны. Тем не менее, как писала Мария Павловна, Алапаевск 5 мая, в день своих именин, княжна Ирина Палий получила в царском селе телеграмму с поздравлениями от Володи, в которой он, кроме того, сообщал, что их всех отправляет в Алапаевск, маленький городок с немощенными улицами. Великая княгиня Елизавета Федоровна уже бывала там летом 1914 года, когда совершала паломничество. Сыльные прибыли в Алапаевск 7 мая 1918 года на вокзале их ожидали крестьянские подводы, чтобы отвезти в новую тюрьму, так называемую напольную школу. Небольшое кирпичное строение на окраине города, сохранившееся до наших дней. 8 июня большевики отобрали узников почти все их личные вещи, одежду, обувь, простыни, подушки, деньги и драгоценности, оставив им лишь ту одежду, что была на них и одну смену постельного беля. По-видимому, им также запретили писать письма и даже получать корреспонденцию, что особенно тяжело переживали князья Константиновичи. Извещенные о серьезной болезни матери, великой княгине Елизаветы Маврикиевной, единственное, что им разрешили, это отправить в последний раз краткие телеграммы родственникам с сообщением о происшедших изменениях. Телеграмма, посланная в полдень Владимиром по адресу Палий, Пашковский, Царское село, гласила «Переведен на тюремный режим и солдатский паек». Володя, покидая Напольную школу, верный слуга Кранковский увозил с собой последнее письмо Владимира родителям. В нем он рассказывал о страданиях и унижениях, выпавших на долю узников. Волопаевский, но одновременно подчеркивал, что его вера дает ему мужество и надежду. Далее он писал «Все, что раньше меня интересовало, эти блестящие балеты, эта декаденская живопись, эта новая музыка, все кажется мне теперь пошлым и безвкусным. Ищу правды подлинной правдой, света и добра, смерть». Существует версия, что незадолго до казни большевики предлагали Владимиру отказаться от отца и стать свободным, подписав всего лишь одну бумагу. Владимир Павлович не принял предложение и в ночь на 5 июля 1918 года князь Владимир Павлович Палий был убит большевиками. Вместе с ним погибли великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, князь Иоанн Константинович, князь Константин Константинович, князь Игорь Константинович, Федор Семенович Римис, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича, сестра Марфы Мариинской обители Варвара Яковлева. 2 ноября 1981 года Русская Православная Церковь в изгнании канонизировала царя Николая II и его семью вместе со всеми мучениками революции или советского режима, включая жертвы трагедии в Алапаевске. В связи с этим изображение Владимира Палия появилось на иконе новых российских мучеников, находящейся в монастыре Пресвятой Троице в Джордансвилле, Нью-Йорк. Он изображен в военной форме и со свитком в руке рядом с тремя князьями Константиновичами. 8 июня 2009 года Генеральная прокуратура России посмертно реабилитировала князя Владимира Палия, мнение современников, Мария Павловна, сводная сестра Владимира Палия. Источники